Опра Гейл Уинфри. Родилась 29 января в 1954 году. Американская телеведущая актриса, продюсер, общественный деятель, ведущая ток-шоу-шоу Опры Уинфри. Журнал Forbes назвал ее девятой по влиятельности женщиной в 2005 году и первой в 2007. Самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009. Самой влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 годах. Преврати свои раны в мудрость. Лучшее приключение, которое может случиться с человеком, это жить жизнью своей мечты. Удача – это вопрос постоянной готовности использовать случай. Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть тебя вниз. Позитивные эмоции вызывают ответную реакцию мира. Когда вы фокусируетесь на чем-то добром, теплом, хорошим, то жизнь приобретает такие же краски. Вы находитесь там, где находитесь в жизни, из-за вашей веры, что это возможно для вас самих. То, что предназначено вам Богом, гораздо больше того, что вы можете себе представить. Сделайте хотя бы одну вещь, которая кажется вам невозможной. Потерпите неудачу. Попробуйте еще раз. Во второй раз у вас получится лучше. Единственные люди, которые никогда не терпят неудачи, это те, кто не взбираются на большую высоту. Где нет борьбы, там нет и победы. Страсть приходит, когда вы делаете то, что вы любите. Когда вы испытываете страсть, вы можете работать ночи напролет. Страсть – это сила, это горючее, которое необходимо вам для успеха. Найдите свою страсть и посвятите свою жизнь ее реализации, и на самом деле не важно сколько времени это займет. Я не верю в неудачи. Нет никакой неудачи, если вы получили наслаждение в процессе. Доверяйте своему внутреннему голосу. Это самая мудрая вещь в жизни. Что вы видите, когда смотрите в будущее? Это важно, ведь вы видите то, что вы желаете получить. Когда вы смотрите в свое будущее, загораются ли ваши глаза? Если да, то это то, что вы собираетесь получить. Если вы видите свое будущее обычным и мирским, это именно то, что вы получите. То, что вы видите, то вы и получаете. Начните видеть то, кем вы хотите быть. Самый большой секрет успеха в том, что никакого секрета нет. Независимо от ваших целей, вы всегда можете победить. При одном только условии, если вы готовы к работе. Не зацикливайся на том, кем ты был. Не ограничивай себя тем, что умеешь и имеешь сейчас. Ты не можешь контролировать других, ты полностью отвечаешь только за себя. Это как соревнование по легкой атлетике. Если ты бежишь и смотришь по сторонам, чтобы узнать, где все остальные, это отнимет у тебя силы и повлечет за собой провал. Если вы придете к славе, не понимая, кто вы есть, она определит, кто вы есть. Истина сделает вас свободными, но вам придется стойко выдержать ту боль, без которой это освобождение не начнется. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. То, что вы видите, то вы и получаете. Начните видеть то, кем вы хотите быть. Удача – это вопрос постоянной готовности использовать случай. Первый принцип, который управляет моей жизнью, это намерение. Мысль за мыслью, выбор за выбором, мы участвуем в создании своей жизни. И в основе всего лежат наши намерения. Вы можете иметь все. Просто не все сразу. Будьте благодарны за то, что у вас есть, тогда вы будете иметь больше. Если вы сконцентрируетесь на том, чего у вас нет, вам никогда ничего не будет достаточно. Вы получаете в жизни лишь то, что отваживаетесь попросить. Не бойтесь повышать планку. Энергия, которую мы вкладываем в мир, есть та самая энергия, которую мы от него получаем. Все, что вы осуждаете, сковывает вас. Благословите все это. Желайте людям всего самого лучшего, и тогда сила проявится в том, что негативное к вам не вернется. Если вы не сможете их простить, благословить, пожелать им счастья, то негативная энергия будет упрямо притягиваться к вам, потому что она ищет растворение. Вся негативная энергия, которую мы накопили, всегда ищет растворение. Жить пробужденной жизнью, значит быть здесь, в реальности настоящего момента, в том сейчас, которое является тем самым единственным, что у нас есть. И понимать, что мысли о будущем, это лишь мысли. Их можно использовать, но нет нужды им доверять, ведь в половине случаев они не сбываются. А прошлое уже растворилось. У него можно только поучиться. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал Вселенная внутри тебя. Познавать себя и меняться никогда не поздно.